О том, куда нужно обращаться, если вы или ваш ребенок стали жертвами жестокого обращения, а также об акции «Детство должно быть добрым», мы поговорим с педагогом-психологом Центра социального обслуживания населения Елены Николаевны Руссу. Доброе утро, Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена. Расскажите, пожалуйста, об акции, которые сейчас проходят в Губкинском «Детство должно быть добрым». Акции, которые проводит наш Центр Елена, они ежегодные, меняется только тематика в зависимости от того, что мы хотим провести, о цели нашей работы. Социальная акция «Детство должно быть добрым» направлена на профилактику жестокого обращения жестокости среди подростков и детей. Целевая аудитория – это третьи классы, мы работаем в нескольких школах, ведем психологические игры, распространяем буклетную продукцию, в которой мы хотим озвучить, акцентировать внимание на добром отношении детей друг к другу, на добром отношении родителей к детям, уважительном отношении, также у нас будет презентоваться ролик в процессе социальной акции. И там в ролике мы затрагиваем такую проблему, как доброе отношение к животным, как одна из форм доброго отношения к окружающему миру, потому что очень часто дети, допустим, маленькие дети, первые, вторые классы, они же очень непосредственно наивно все воспринимают серьезно, и, видя доброе отношение к животным, братьям нашим меньшим, вот эти вот навыки доброго отношения закрепляются у детей, усваиваются ими. Елена Николаевна, а что подразумевается под термином «жестокое обращение» – насилие? Насилие – это тщательно выстроенная система принуждения, насилие – это любые формы взаимоотношения, агрессивные формы взаимоотношения, когда, допустим, взрослый по отношению к ребенку пытается установить власть, контроль силой. Давайте немножечко поподробнее, что это значит, что такое жесткое обращение, как это понимать? Существует несколько форм, видов жестокого обращения, насилие – это физическое. Многие знают, что физическое насилие – это побои, нанесение телесных повреждений, это может быть даже ограничение свободы передвижения, эмоциональное, психологическое насилие, угрозы, запугивания, шантаж, когда высмеиваются какие-то ценности ребенка, оскорбления, обидные прозвища. Есть еще вид такой насилия, как экономическое, когда используются деньги для власти контроля над другим человеком. Допустим, либо заставляют, например, женщину сидеть дома и не работать, либо, наоборот, заставляют ее выходить на работу. А как отличить насилие в семье от конфликта в семье? В конфликте всегда есть реальная причина. Насилие в жестоком обращении нет реальной причины. Есть какие-то придуманные причины. Обидчик пытается оправдаться какими-то выдуманными поводами, причинами. Для обидчика есть всегда повод, когда придраться к чему-либо. Насилие – это такая тщательно выстроенная система установления власти над другим человеком. Конфликты бывают разовые, а насилие – это, прежде всего, система, когда за разом происходит насилие и цикличность. То есть насилие там еще бывают циклы сначала, то есть нормальное состояние, потом поднимается пик напряжения, нарастает, нарастает, и происходит взрыв агрессии, то есть физическая, экономическая или сексуальная агрессия. Существуют ли некоторые мифы в отношении семейного насилия, которые мешают увидеть реальность и оказать помощь пострадавшим от насилия? Расскажи просто о них. Первый миф – насилие может быть только в семьях с низким социальным уровнем. Нет. Для насилия, для жестокого обращения нет социальных границ. Опыт телефона доверия говорит о том, что насильниками могут быть и ученые, и бизнесмены, и рабочие, любой профессии. И, как показывает еще опыт, что чем выше образовательный уровень насильника, тем выше уровень его истязаний, изощренное его насилие. Есть еще предупреждение, что женщина, допустим, если бы она… Ну, такой миф, да, что женщина сама виновата в насилии, что она провоцирует насильника. Что бы она ни делала, как бы она ни подстраивалась, допустим, под своего супруга мужа, как бы ни удовлетворяла его при ходе капризы, как бы ни устраивала домашний быт, семью, все равно у насильника есть повод придраться, потому что это система, которую он проявляет как насилие. А как предупредить насилие и жестокость среди подростков и детей? Проявляйте искренний интерес и говорите ребенку, что хорошо, что плохо, чего вы ждете от него, какого поведения. Вы хотите вот такую модель поведения от ребенка, тогда транслируйте ему, говорите с ним уважительно, уважайте его ценности, мировоззрение, проявляйте к нему истинный интерес. Любите его не только тогда, когда он хороший, но тогда, когда он бывает плохой, когда он хулиганит или когда он вас разозлит. И чем больше вы, допустим, будете читать иммунотации, тем отрицательный будет эффект. То есть то время, которое вы проводите с ребенком, не столько, сколько вы времени, допустим, читаете иммунотации, а качественно, эффективно проводите, конструктивно это время. Вы что-то играете, веселитесь, занимаетесь с ним спортом, участвуете в его каких-то достижениях, приветствуете его успехи, ацентируете внимание на положительных моментах. Куда можно обратиться в случае, если вы или ваш ребенок стали жертвами насилия? Конечно, если, допустим, было физическое насилие и нанесен вред физически, то есть побои или ссадины, обращаться в медицинские учреждения, чтобы зафиксировали телесные повреждения, правоохранительные органы. Вы можете позвонить в центр «Элена», обратиться к нашим психологам. У нас работает отделение профилактики безназорностей, несовершеннолетних, которые занимаются такими проблемами, с такими ситуациями. Если вы считаете, допустим, что ваш ребенок, у него трудная социальная адаптация, то есть его обижают сверстники, вы можете обратиться либо к школьному психологу, к школьному социальному педагогу, можете обратиться к специалистам нашего центра. У нас в центре «Элена» работает отделение дневного пребывания для детей и подростков, где организуются различные мероприятия, как, например, организация досуговой деятельности, мастер-классы, тренинги, психологические тренинги. Дети посещают библиотеки, музеи, с ними работают психологи, логопеды, инструкторы по труду. Есть телефоны горячей линии? Да, есть российский телефон доверия, куда можно позвонить как ребенку, так и взрослому, обратиться в случае жестокого обращения или насилия в семье, может быть, на улице или в школе. Спасибо, Елена Николаевна, что встретили это утро с нами. Ваши пожелания горожанам на день грядущий. Я бы хотела сказать, чтобы каждое утро вы просыпались с улыбкой, с улыбкой подходили к своему ребенку, желали ему доброго утра, доброго дня, и с улыбкой встречали его каждый день дома. Спасибо большое за беседу, спасибо, что встретили это утро с нами.